Таджикистан 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 С распадом СССР и созданием Содружства независимых государств Политическая ситуация в стране и в мире Резко изменилась Угроза глобальной ядерной войны Значительно уменьшилась Но военная опасность сохранилась При этом количество локальных войн и конфликтов Значительно возросло В сложившейся обстановке Россия заинтересована В укреплении внешних границ На так называемых дальних рубежах Где очаги напряженности достигают Высшего накала В интересах России Также скорейшая стабилизация положения На Таджикской земле Первое и главное в ряду этих интересов Солидарность с многонациональным народом Этой страны Связанной с Россией Вековыми узами истории, культуры, традиций А также обеспечение безопасности и законных прав русскоязычного населения Второе Это заслон распространению криминально-кланного экстремизма в Средней Азии И обеспечение безопасности в Западной и Южной Азии Сегодня политическая жизнь в Таджикистане Сложна и неординарна И именно в таких условиях неопределенности Внутри политического и экономического кризиса Приходится нести службу воинам 201-й мотострелковой дивизии От границы мы землю вертели назад Было дело сначала Но обратно ее закрутил наш комбат Оттолкнувшись ногой от Урала Наконец-то нам дали приказ наступать Отбирать наши пяди и крохи Но мы помним, как солнце отправилось вспять И едва не зашло на востоке Мы не мерим землю шагами Пора празднув цветы и ребят Первая мотострелковая дивизия была сформирована декретом наркомата обороны 30 мая 43-го года Из двух отдельных пограничных бригад В районе Карельского перешейка в местечке Лехтус Первым командиром соединения был полковник Якутович В состав дивизии вошли три полка А также рота подвоза, разведрота и медбатальон Почетное наименование Гатчинское 201-й дивизии было присвоено 23 января 44-го года По знаменованию одержанной победы над фашистами Ночь на 26 января 43-го года Войска Ленинградского фронта Штурмом овладели городом и крупным жизнодорожным узлом Гатчина Героизм гатчинцев вдохновлял людей И являлся высочайшим примером истинного патриотизма За мужество и героизм звание Героя Советского Союза Было присвоено лейтенанту Нейдошивину Вениамину Георгиевичу Полковнику Попову Петру Георгиевичу И старшему лейтенанту Миронову Михаилу Яковлевичу Декабрь 1979 года 201-я мазострелковая дивизия В составе ограниченного контингента советских войск Была введена в Республику Афганистан в район Кундуза За период боевых действий в Афганистане Дивизия ни разу не запятнала свою честь и почетное звание И всегда выполняла боевые задачи Это была суровая школа для воинов 201-й мотострелковой дивизии За мужество и отвагу, проявленные в боях на земле Афганистана Многие воины были награждены орденами и медалями А двоим было присвоено звание Героя Советского Союза Старшему лейтенанту Игорю Плосконосу И лейтенанту Наби Акрамову 201-м мотострелковой дивизии Одна из последних вышла из Афганистана С честью выполнив свой толк В мае 1985 года За боевые заслуги выполнения интернационального долга И в связи с 40-летием Великой Отечественной войны Часть награждена орденом Красной Звезды Не успела остыть броня танков и боевых машин После Афганистана Как вновь, теперь уже на территории Таджикистана Воинам 201-й мотострелковой дивизии Пришлось защищать таджийский народ От гибели, страданий и унижений Разве забыть нам февраль 90-го года Весну, лето и осень 92-го года Когда убийства, терроризм, запугивания Стали обычным делом на таджийской земле Вспомним сегодня и не забудем никогда Подвиг разведчиков 201-й дивизии Находившихся всегда на самых опасных направлениях Подвиг саперов Обеспечив своих неприкосновенность военных складов И обезвредивших сотни мин Подвиг танкистов и вертолетчиков Медиков и радистов Словом, всех офицеров, прапорщиков, простых солдат Вечная память погибшим Вечная слава живым воинам 201-й мотострелковой дивизии В октябре 93-го года 201-й дивизии Была придана роль миротворцев И сегодня главная задача всех миротворческих сил Костяком которых является 201-й мотострелковая дивизия Сохранение территориальной целостности Молодого таджийского государства Кроме того, 201-я дивизия В составе коллективных миротворческих сил Обеспечивала и обеспечивает доставку, охрану И распределение гуманитарной помощи Создание условий для безопасного возвращения И проживания беженцев При решении задач обеспечения доставки гуманитарной помощи За истекшие 3,5 года Силами 201-й дивизии Было доставлено 16 колонн с гуманитарной помощью Для населения Горного Вадахшана И других районов Таджикистана Перевезены десятки тонн грузов В условиях осложнения внутриполитической ситуации Подразделения 201-й мотострелковой дивизии Брали под охрану важные народно-хозяйственные объекты Аэропорт, алюминиевый завод, хлебзаводы и другие Как яркий пример выполнения гуманитарных задач Явилось недавнее направление большой колонны машин С медикаментами, продовольствием и одеждой Город Рагун Главное, что 201-я дивизия делает очень нужное дело И люди благодарны армии И слово миротворцы все чаще звучат в адрес воинов 201-й мотострелковой дивизии Однако присутствие здесь в Таджикистане российской дивизии И те задачи, которые она выполняет, устраивает не всех Очевидно, что на данный момент существуют определенные силы Которые заинтересованы в скорейшем выводе 201-й дивизии из Таджикистана Стабилизация, законность, порядок вызывают недовольство этих сил И это выражается в террористических актах, направленных против военнослужащих Кравовый террор оборвал жизни десятков ни в чем не повинных людей Убивает дерзко и хладнокровно, подло, в спину или под покровом темноты, не оставляя свидетелей Что же представляет из себя 201-я мотострелковая дивизия сегодня? Это сильный живой организм, мощь которого определяют войсковые части, составляющие костяк дивизии Каждая из этих частей имеет свою историю, свои традиции, свои особенности, а главное свое лицо